Снова невеселые новости из Украины. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что в ближайшее время администрация президента может переехать с Банковой в украинский дом. Сначала госпожа Мендель отрицала информацию, но после того, когда журналисты, как говорится, приперли ее к стенке, была вынуждена признать, что ради нового офиса президента будет выселен в никуда музей истории Киева. Господин Зеленский собирается захватить здание, помещение, вернее, музея города Киева. Ну, понятно, город Киев не нуждается в своем музее и гораздо важнее перенести администрацию в другое место. Видите ли, на Банковой им место не нравится. Так вот, сотрудница этого музея, Катерина Липа, написала в Фейсбуке, что в планах переезда администрации президента в украинский дом сотрудника музея стало известно случайно, то есть их даже не предупредили. Она написала, сегодня приходили люди из архитектурного бюро, которое, очевидно, получило заказ на перепланировку. Фоткали вид из окна, говорили, что официальное разрешение будет на днях, чем нас весьма удивили. Дело в том, что в музее находится больше 300 тысяч экспонатов, и, естественно, сейчас работников музея интересует, куда все это и как внезапно, и есть ли достойное помещение, к чему весь этот переезд и перенос экспонатов, есть ли в этом необходимость. На вопрос, куда переселится музей, они сказали, что куда-нибудь переселим, но, как говорят специалисты, в Киеве просто никакого куда-то, то есть приспособленных поверхностей для хранения этих 300 тысяч экспонатов в городе просто нет. Вообще в Украине в последнее время творится невероятное съемка 10-го, то есть два дня тому назад в Киеве киевляне неожиданно, за последние пять лет это для них неожиданное зрелище, наблюдали такие бронированные автозаки. Это господин президент готовился к встрече с народом, и киевляне поражаются тому, как резко меняется климат в их стране. Вот где начинает пахнуть русским духом из всех щелей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сейчас, это только, ну, да, ну, сколько. Вот куда готовились, вот с решеточками готовые стоят нас паковать, если что. Чик-чик-чик. Следующая неприятная новость из Украины. Состоялся форум оппозиционных сил «Доверяя делами». На этом съезде оппозиционного блока прозвучали имена кандидатов в Верховную Раду. Это вот господа Михаил Добкин, следующий Александр Викуль и Вадим Новинский. Все они, как известно, российские коллаборанты. Далее вы посмотрите, как перед своими выступлениями, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, все абсолютно без исключения говорят только на русском языке. Для них Украины как государство не существует, это предаток России. Михаил Добкин объявил уже, что целью его партии будет отмена закона о языке, отмена закона о люстрации и отмена закона о декоммунизации. Понятно, да, в какую сторону решили они двигаться. А Вадим Новицкий, следующий кандидат, призвал к прямым переговорам с Россией, с Донецком и Луганском, назвал войну в Донбассе, конечно же, гражданским конфликтом. Это сейчас модно в Украине после Игоря Коломойского. Один за другим называют эту войну гражданским конфликтом. Конфликт у них такой небольшой. А Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, как мы знаем, у них теперь проблемы после получения Томаса, он назвал единственной канонической церкви в Украине. Так что, ребята, еще и Томас в случае чего вернут назад и объявит, что ошибочка вышла, дескать, куда же мы от матушки России. Как говорит в конце правильно украинская версия канала ОМ-ТВ, повылазили люди, которых уже давно в Украине похоронили. А они вот раз и воскресли. Съезд, который будет влиять на судьбу нашей страны, проводим в день великого православного праздника – Вознесения Господнего. Мы собрались сегодня на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине о том, что мы объединились ради мира. И вот опять мы идем в борьбу. И вот опять мы идем защищать людей, потому что они нам доверили это право. Мы собрали в кулак волю и веру с главной целью пойти и победить, победить партии войны, от режима которых за пять лет пострадал каждый человек в нашей стране. Виборчий список опозиционной платформы «За життя» Викликав у многих громадян, что поделяют ценности та гасла двоих останних киевских майданів, шок, если не сказать панику. Виявляється, усі ці люди, которых мы, подумки, уже поховали у суспільной политической могилы партии регионов, раптом воскресли до политического життя и мают все шансы визначать смысл цего життя и напрямок его руху. Тобто они таки дочекалися свого часу, пройшли, что называется лезом ножа, маневрували и маніпулювали союзниками, зіштовхували лобами конкурентів, грали на мотиваціях Майдану і Антимайдану, скомпроментували політичні бренди помаранчевих і білоблакитних, змушуючи і тих, і інших влазити у програшні політичні гасла та безнадійні позиціонування. Можна лише поаплодувати. У них все вийшло. Майже. Ми починаємо свій победний поход парламенту України. Поход не для себе. Поход для того, щоб исправити ту ситуацію, яка сьогодні в нашій країні. Поход, щоб принести мир. Ми зробимо все, що вони хочуть видіти в країні, тому що ми знаємо, як це робити, в відріше від многих. Я убежден, що команда, яка збралась в оппозиційній платформі «За життя» способна построити стильну, процветаючую, зберігаючую, современну Україну. Которі усілюють процес дінтелектуалізації. Такі закони, як закон об образовування, закон о дискримінації русського і інших языків національних меншин, закон олюстрації, закон о декоммунізції. Ми маємо зберігати символи великої победи, великої отечественній війни. І у нас сьогодні з вами уникальні шанси, уникальна можливість об'єдініть всіх, всіх, людей, міра в нашій країні, іді, строїть і побіждати. Тому що нам, як ніколи, потрібна одна на всіх победа. Україна буде вибирати і нове правительство, і нового прем'єр-миністра. Отличчя нашій команди від інших в тому, що у нас є такий будучий прем'єр-миністр. Це Юрий Бойко. Дякую за перегляд!